Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ прошел прямой эфир с проректором по научной деятельности Данисом Нургалеевым. Студенты КФУ продолжают осваивать дистанционный формат защиты выпускных квалификационных работ. Ученый КФУ работает над усовершенствованием концепции учебного курса по истории России. 26 июня в Казанском федеральном университете прошло очередное собрание ученого совета КФУ под председательством ректора Ильшата Кафурова в режиме онлайн. Более подробно о вопросах, обсуждаемых на совете, мы расскажем вам в наших следующих выпусках. А теперь к другим новостям. В КФУ прошел прямой эфир по вопросам развития научно-исследовательской деятельности, научно-образовательных центров и исследовательских лабораторий. О том, как это было, наш следующий сюжет. Проректор по научной деятельности, директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Денис Нургалиев ответил в прямом эфире на вопросы журналистов и зрителей о своей профессиональной деятельности. Трансляция прошла 26 июня на нескольких онлайн-площадках. Конечно, мы говорили о том, как вообще наука в университете движется, как мы стараемся сохранить молодых ученых в Казанском университете, какие мы предлагаем для этого действия, делаем для этого, какие гранты сегодня Казанский университет выигрывает в России, какие перспективы исследований, как вообще, скажем, повлияло пандемия на научные исследования в целом. То есть, что мы начали развивать по новой, что мы увидели, какие направления новые появились. Немалая часть вопросов была посвящена нефтяной сфере. Мы поговорили о нефти. Что нефть, из чего складывается цена нефти, а что произошло в связи с пандемией с нефтью, и вообще, какова роль науки в нефтедобыче, нефтепереработке, нефтехимии. Как ученые наши участвуют в развитии технологий литегазового отрасля. Казанский федеральный университет еженедельно проводит мероприятия в формате онлайн. В прямом эфире выступают представители руководства университета, ученые и общественные деятели. Предыдущий эфир был посвящен приему КФУ в 2020 году. Тогда на вопросы зрителей отвечал ответственный секретарь приемной комиссии Казанского университета Олег Бодров. Записи всех программ доступны на сайте телеканала УниверТВ и на нашем YouTube-канале. Повтор сегодняшнего стрима смотрите в субботу на телеканале УниверТВ. Камиль Гемоздинов, Леонард Авлетьяров, УниверНьюз. 25 июня ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования столетия образования Республики Татарстан. Мероприятие прошло в Казанской ратуше под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснулина. На заседании был обсужден план празднования юбилейной даты. Ученые Казанского федерального университета участвуют в усовершенствовании и концепции учебного курса по истории России. Все подробности вы узнаете в следующем сюжете. В 2013 году был принят историко-культурный стандарт и концепция учебного курса по единой России. Но за это время выявились ключевые моменты, которые требовали внесения корректировок и дополнений. Над проектом по усовершенствованию концепции работают ученые Казанского федерального университета. Мы своей командой организовали работу по мониторингу и наши учителя также приняли в нем участие. Важно было знать мнение учителей о тех недостатках, которые существуют уже в принятой концепции и какие пути улучшения качества вот этой концепции могли предложить наши учителя. Во время заседания рабочей группы по подготовке концепции учебного курса «История России» подвели итоги мониторинга и выявили несколько задач, главный из которых усовершенствовать механизмы экспертизы учебно-методической литературы по истории, в первую очередь по региональной. В регионах, истории регионов, особенно национальных вот этих образований в составе России не всегда соответствуют тому историко-культурному стандарту, который был принят в 2013 году. И в качестве примерок директора Института российской истории и Российской академии наук Юрий Александрович Петров поставил нашу республику, наш Татарстан. Именно в республике Татарстан реализуется новая линейка учебников по региональной истории, которые соответствуют новому историко-культурному стандарту. Данная региональная линейка учебников разработана для школьников с 5 по 9 класс и выпускается с 2015 года. Над ней работали ученые Казанского федерального университета, под научной редакцией заведующего кафедры исторического и обществоведческого образования КФУ Раилев-Хруддинова с привлечением ведущих ученых из академических институтов Академии наук Республики Татарстан. В качестве ответственного редактора назначен член Президиума Российского исторического общества, директор Института российской истории Российской академии наук Юрий Петров. Институт международных отношений Казанского федерального университета является одной из базовых площадок, на которой будут реализовываться предложения по вносимым корректировкам концепции, в том числе возглавляемой Александром Чубарьяном, который является научным руководителем кафедры исторического и обществоведческого образования Института международных отношений КФУ. Ильвира Зорина, Универньюс. 25 июня мэр Казани Ильсур Медшин вместе со своей супругой Гульнарой Медшиной приняли участие в голосовании на избирательном участке номер 44, расположенном в здании Института физики Казанского федерального университета. Данный избирательный участок – самый ближайший к месту работы главы города. Он прикрепился туда по месту пребывания. Защита выпускной и квалификационной работы – последний и серьезный шаг к получению заветного диплома. В этом году она проходит в дистанционном формате. Обязательные условия – видеосвязь. Студентам не стоит рассчитывать на поблажки, ведь на все вопросы комиссии придется отвечать в онлайн-режиме. Студенты Казанского федерального университета продолжают осваивать дистанционный формат защиты выпускных квалификационных работ. В Институте вычислительной математики и информационных технологий КУФУ онлайн-формат никого не пугает. Здесь такая система отлажена на 100%. Конечно, был некий испуг, как получится организовать, поскольку это кульминация всего учебного процесса, защита выпускной и квалификационной работы. Но проведенные защиты показали, что и ребята, и члены государственных экзаменационных комиссий не столкнулись с серьезными техническими сложностями, не было срывов. И такой формат имеет место быть, просто когда это все проводится в очном режиме, это более торжественно, конечно же. То есть нельзя заменить очное выступление на такое дистанционное, это просто как вынужденная мера. Все студенты показали себя очень хорошо, оцетки положительные. Большая часть работ ориентирована на использование средств вычислительной техники, а это значит, что дистанционный формат никак не отразился на выполнении технических задач. По федеральным требованиям в течение дня, возможно, защита в одной комиссии не более 12 человек. Поэтому мы постарались обеспечить меньшее количество каждый день, для того, чтобы и членам комиссии, и ребятам было достаточно комфортно выходить на связь. И если вдруг возникали бы какие-то технические неполадки, чтобы оставалось время для того, чтобы каждый студент мог в течение этого дня защитить свою работу. Все это обеспечило высокое качество защит квалификационных работ и достойной оценки. К слову, в этом году обладателями красных дипломов станет большая часть выпускников. Лилия Талипова, Ленардо Вльяров, Универньюс. Защита выпускной и квалификационной работы прошла и в Институте социально-философских наук и массовой коммуникации КФУ. О том, как это было, смотрите далее. С 11 по 29 июня в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ проходит дистанционная защита выпускных квалификационных работ. Комиссия состоит из 6-7 человек. В этом году выпускается около 250 учащихся. Есть люди, которые тяжелее воспринимают дистанционную систему, дистанционный формат. Им нужно большое количество живых глаз перед собой. Есть, которые прощают. Нам очень легко эту систему приняли, нам не очень комфортно себя чувствуют. Хотя приятно, когда живьем вот это волнение, вот это все, знаете, возле дверей, не знал, чего спросили. Вот эта вся суета, это то, что называется социализация человека, она, конечно, в живом общении происходит более активно и создает определенный драйв. Казанский федеральный университет проводит защиту дипломных работ на платформе Microsoft Teams. Ну, есть и другие платформы, но она, во всяком случае, она очень оптимальна, очень удобоварима. И вот с учетом пожеланий, по мере того, как Microsoft будет дорабатывать эту платформу, она может стать вполне даже хорошей базой для дальнейших, ну, полномасштабных реалий, но, во всяком случае, фрагментарно-дистанционных занятий, будет очень удобной платформой. Лилия Беталова, Фариза Хитуглы, Универньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok